Трансляция. Вы в прямом эфире. Здравствуйте! По старой доброй традиции, если вы меня видите и слышите, поставьте плюсики. Винница, Лондон, Брянск, Брест, Киев. По старой доброй традиции, я выключаюсь. Если вы в прямом эфире, здравствуйте. Когда начинается... Ну, тут надо паузу ставить, потому что я люблю. Есть. Вот Наташа и Александр меня слышат. Ставят плюсики. Молодцы. Санкт-Петербург. Абакан. Абакан это что такое? Скажите мне, где это Абакан? Гомель. Непр, Львов. Есть. Москва, Варшава. Ульяновск. Приднестровье. Всем привет, мои красавицы! Я по-прежнему Керимова Светлана. Я рада вас приветствовать на наших регулярных бесплатных вебинарах Центра женского развития Women Insight. И сегодня наша тема с вами – это перезагрузка жизни для мамочек. Этот вебинар посвящается Керимовой Людмиле, которая совсем недавно, меньше месяца, как стала второй раз мамой и родила нам прекрасную девочку. И я под впечатлением от новых ощущений, потому что у меня дети взрослые уже, у меня дочки 15, сыну 12. И у Люды Сашки тоже уже 5, больше 5. И получается, что у нас сейчас опять такое, новые какие-то ощущения. И, если честно, я вдохновлена ею, благодарю вас за ваши комментарии, за ваши вопросы в наших группах в Фейсбуке, ВКонтакте, в группах Women Insight, в Инстаграме. И я много, очень много читала ваших вопросов. Вопросов пришло больше, чем 500 штук. И я читала эти вопросы и понимала, что мне хочется сказать вам одно. Вы невероятные герои. Я совершенно вами восхищаюсь. Я не понимаю, как нормальная обычная женщина может вмещать в себя четверо детей, там писали, да. Кто-то, не знаю, одна воспитывает грудного ребёнка. У кого-то и работа, и дети, и муж. И вы всё это каким-то образом успеваете. Ещё успеваете обучаться в Women Insight. Ещё успеваете писать комментарии. Вы на самом деле просто прекрасны. Но сегодня я... Это было последнее. Тогда я вас хвалю. Потому что на самом деле... Смотрите, я когда думала о тему вебинара, после общения с Людмилой, я её спросила, Люда, скажи мне, пожалуйста, могу ли я, когда у меня взрослые дети, и налажена уже вся идеальная картина, могу ли я что-то полезное дать женщинам, которые всё ещё очень остро и горячо. На что мне моя сестра сказала, говорит, Света, мне очень полезно, когда ты со мной разговариваешь, когда ты мне вставляешь маленькие пендели, типа выпрями спину, заткнись там или забей, молчи. Какие-то такие пощёчины, которые вам иногда нужны, особенно если вы только-только стали мамой, у вас ещё гормональная полная неустойчивость. И ещё что она сказала, Анги Цветы, твоим эгоизмом нужно делиться. То есть вот этим состоянием, когда я в первую очередь всегда думаю о себе, она сказала, что этим надо делиться, этим заражается, особенно молодых мамочек. Поэтому сегодня, надеюсь, у вас будет и у меня тоже прекрасный вечер. А для того, чтобы вечер у меня был прекрасный, и у вас тоже, я вас очень прошу не читать чат. Прямо сейчас можете отключить чат и его не читать. У нас будет попадать в группу сегодня, как всегда, много неуравновешенных, неудовлетворённых женщин, много прыщавых подростков, которые будут писать гадости. Они приходят сюда, в это царство света, для того, чтобы раскачать вас на негатив. Я запрещаю вам реагировать, включаться, потому что вы пришли сюда для того, чтобы вдохновиться, потому что Woman Inside и я, Светлана Керимова, мы делаем всё, чтобы вас вдохновлять. Вдохновлять, чтобы вам хотелось делиться этим вдохновением, чтобы вам хотелось радоваться, жить и развиваться. Поэтому я вас очень прошу не включаться в чат и не читать комментарии негативные, которые обязательно будут, как и на любом нашем вебинаре. Итак, я хочу начать нашу тему. Так, Германия, тут всё отлично. Всё отлично, да. У нас всё отлично. Запись будет сохранена. У вас теперь на... Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал YouTube. И я вас очень прошу, помогите подписаться ещё 129,5 тысячам женщин. Потому что я очень хочу большой канал на подписчиков количества на YouTube, и вы мне должны в этом помочь. Поэтому подпишите всех, кого знаете, и мне будет очень приятно видеть цифры, растущие количество подписчиков. Мы сейчас будем вам каждый месяц оставлять, снимать, вести вебинар и оставлять его в записи. В записи не так приятно, потому что в трансляции мы находимся все с вами в особом потоке. Я в особом настроении, и у вас есть возможность задавать вопросы, я всё-таки иногда на эти вопросы отвечаю. Вот, поэтому... Туш, умоляю! Какие вы, девочки, смешные! Просто капец! Туш у меня Шанель. Шанель такая кругленькая, самая чёрная, с резиновой кисточкой. Меня просто улыбаете. Так, и ещё у вас на канале YouTube ждут много сюрпризов. Где-то через две недели у вас начнётся совершенно новое... совершенно новое видео на канале. Они будут очень интересные и полезные. Я буду выступать в роли журналиста и брать интервью у женщин, интересных мне. Ну и вы будете заглядывать в чью-то жизнь, узнавать чьи-то секреты. Я думаю, что это будет потрясающее видео для нашего канала. Только чтобы вы были вдохновлены и делились с нами, потому что канал YouTube — это хороший пиар, это продвижение центра, и мне нужна как бы ваша в этом поддержка. Поехали! Давайте начнём. Итак, вебинар у нас с темой «Перезагрузка жизни для мамочек». Это будет полезно и тем, кто только недавно, где-то около месяца-двух, как стали мамой. И для тех, кто уже мама давно, я надеюсь, что вам будет полезно и вам, и вам. То, что я хотела вам сказать... Смотрите, вас будет кое-что возмущать. Я не смогу не говорить вещи, в которые я верю, которые я искренне использую, которые я проверила и которые являются моими успешными действиями. Но те, кто не готов это сегодня слышать, вас будут бесить и возмущать то, что я говорю. Вы будете мне писать, «А где вы это взять деньги?» Вы будете мне писать, «А муж мне это никогда в жизни не разрешит». То есть вы будете мне разное писать, мне всё равно. Девочки, я знаю точно, что если женщина чего-то действительно хочет, её ничто не остановит. Это первое. Во-вторых, когда женщина чего-то хочет, у Вселенной открывается поток изобилия, и он начинает сыпаться и на неё, и на её мужчин. Когда она искренне, как ребёнок, чего-то хочет, она видит какую-то очень желанную картинку, и то, что я вам буду сегодня говорить, может быть реальным. Просто позвольте это себе, просто разрешите это себе. То, что я буду говорить, вы просто примерите на себя. Если оно не подойдёт, просто выбросьте. Это не ваше. Это моя точка зрения. Делайте всё только то, что вы готовы и способны через себя пропустить. И тогда оно не будет вас разрушать. Я не вижу совсем, сколько у нас людей. Ты видишь, сколько у нас людей? Да, спасибо. И я вас сразу предупреждаю, что некоторые вещи я не буду обращать внимания на какие-то ваши возмущённые крики, вопли и плач. Вот. Смотрите. Чтобы понять будущее, запомните это, да, чтобы понять будущее и увидеть, какое это будущее, очень бы хорошо посмотреть, обратить внимание на прошлое, посмотреть, что там было в прошлом. Итак, если посмотреть сегодня ситуацию, мама, женщина, которая из роли женщины, из роли девочки, из роли любовницы, да, это вот первая чакра – это самочка, вторая чакра – это любовница, третья чакра – это девочка, она вдруг перескочила на уровень сердечного центра и стала мамочкой. Особенно те, кто впервые. И у неё что-то в жизни меняется. И я вам хочу показать, вот как в моде, как в стиле, да, вот наши стилисты, стилисты, они знают примерно, что какие тенденции будут там в следующий период, в следующем сезоне. Они смотрят там какой-то там или 25 лет, или 50 лет назад, что там, что было модно, 10 лет назад. И они как-то могут продумывать, какая будет мода, какие тенденции в следующий период. Точно так же и мы с вами. Чтобы понять, как построить что-то для себя комфортно, идеально, нужно немножко изучать историю. И я вам рассказываю историю. Надеюсь, вам будет это очень полезно. Сразу переносите это в свою реальную жизнь. Когда-то мужчина вбрал в жёны несколько женщин. Они вместе рожали и воспитывали детей. Они вместе убирали и готовили. Они вместе пели и танцевали. Они радовались и грустили. Они ссорились и поддерживали друг друга. Они вырывали друг другу волосы и целовались, и поддерживали друг друга, и держали друг другу руки во время родов. Я хочу вам сказать, что раньше, в какие-то далёкие времена, и в наше время тоже такое сегодня есть, очень мощно было такое понимание, что мужчина берёт в жёны много женщин. В жёны несколько женщин. Сейчас я вам приведу пример. Одну, он страстно с агрессией желает. И эта связь у них на первой чакре. Она такая удобная, непроблемная, лёгкая, и он просто испытывает к ней страсть и хочет с ней секса. Вторая для него была царицей. И она выносила ему мозг, она капризничала и делала так, чтобы было так, как она сказала. Но рядом с ней он чувствовал себя богатым, он чувствовал себя каким-то властелином мира. Она была очень красивая женщина, которая была, удорожала всё то, что он делает. Третья была маленькой, шкодной девочкой, которая радовала его, вызывала у него улыбку. Она ему рассказывала много историй и показывала ему небо в алмазах. Она раскрашивала его мир яркими красками. И была у него четвёртая, которая принимала его такого, какой он есть. Она его принимала и любила, безусловно, как любит и заботится мать. Была у него пятая, которая была его партнёром в делах, была его другом и собеседником. Она была его лучшей советничицей. Их было пятеро, а он один. И да, нам, сегодняшним, современным женщинам очень тяжело это представить. С моим азербайджанским характером я, у меня, знаете, лучше бы он сдох, чем кому-то достался. То есть у меня однозначно я в гареме жить бы, наверное, не смогла. Хотя когда-то, когда я была женой, у меня у мужа была любовница. И с одной стороны, да, мне это было больно и неприятно, а с другой стороны, возможно, я просто не хотела замечать тех явных выгод, которые были в то время. Потом я была любовницей, у моего любовника была жена. И я точно тогда поняла выгоды гарема, да, когда у меня всё есть, а мне за это ничего нет. Поэтому мы просто с вами не очень знаем истории, мы не очень сильно обращаемся к нашим женским истокам и корням. Но что я хотела вам показать этим примером, этой истории? Я хотела вам показать, что раньше в одной женщине не нужно было совмещать это всё. Одна была похотливая сучка, одна была красавица, другая советчица, другая третья рожала, четвёртая вкусно готовила, пятая с ним спала по пятницам, шестая по субботам. И на сегодняшний день я была в Эмиратах в мае, мне рассказывали историю местные, что он обязан по закону жить неделю у одной жены и играться с одними детьми и ровно то же количество дней он обязан жить у другой жены и ровное количество дней уделять тем детям. То есть они извлекают из этого какие-то выгоды, потому что извлекают. И просто у них есть такая точка зрения. Итак, что я хотела вам этим показать. Хотела вам этим показать, что вы уникальное создание, совершенно делаете сумасшедшие вещи. Вы и хотите быть и красивой, и сексуальной, и девочкой, и играться с ним, и дрожать детей, и дома, чтобы чисто, и дома, чтобы то, и дома, чтобы это. Как? Скажите мне. Как нормальная женщина может совмещать и делать идеально все эти вещи? Чтобы делать сумасшедшие вещи, вы должны быть немного сумасшедшими. Вы это понимаете? Вы тогда не должны быть совершенно нормальными. Вы не должны думать, как это мама делала. Вы должны не смотреть, как это принято у других, смотреть, что другие скажут. Если вы хотите это все реально совместить в одной женщине, богиня, заключенная в женское тело, чтобы ваша выжила после этого, вам нужно самой для себя понять, я особенная, я не такая, как все, и не пытаться не влазить в какие-то рамки. Но я хочу вам показать еще один момент в этой всей истории. Я хочу вам показать один такой момент, что то, вы делаете невозможное, и то, что вы пытаетесь быть идеальное во всем, то, что вы так себя мучаете, вы многие писали, как избавиться от чувства вины, что я же мать, и я уделяю внимание себе, вместо того, чтобы уделять внимание, я оставляю ребенка, уезжаю куда-то и мучаюсь, и страдаю, какая же я сволочь, я мучаюсь своим мужем не уделяю внимания, я мучаюсь своим родителям и с подругами я не общаюсь. Короче, вы умудряетесь в этом всем большой бусинка убью. То есть, вы поймите, что сейчас происходит, и вы хотите в этом всем выжить, остаться нормальной, здоровой, развиваться, еще и как бы, ну, смотрите, мне нужна домработница, уже сразу, ответ очевиден, правда? Теперь смотри, Владик, пожалуйста, заткни его, и что я вам хотела еще рассказать из истории. А, нет, я закончу мысль, простите, меня бусинка отвлекает. Я вам хотела сказать и закончить мысль тем, что вам так нравится мучаться, вам так нравится страдать, вам так кажется, что быть женщиной это непосильный крест, при котором вы должны действительно быть мученицей и страдалицей, что вы это воспринимаете все как должное. Раньше пять теток это все отделали, а теперь ты одна, и при этом ты не ищешь выход, и при этом твой мозг не ищет спасения, а ты принимаешь решение, что такая женская доля, я потерплю, сколько там тем детям, чтобы вырасти, скоро ребенок пойдет в сад, а кто-то пишет, я дала ребенка в сад или в ясли, и какая же я сволочь, и как же ему там плохо, какая же я мать, и вроде отдала ребенка в сад, сидит дома и мучается вместо того, чтобы наполняться, читать, развиваться, учиться, либо идти работать. То есть вы представьте себе, какой вы ужас делаете себе в своей голове. То есть смотрите картина, я понимаю, чему бы мы не учили вас в Women Insight, какие бы совершенные технологии я не создавала, как бы мы не раскачивали вашу женственность и сексуальность, это бесполезно, пока вы, мои прекрасные создания, не примите решение, что жизнь это нифига не страдание, вы не должны мучиться и что-то терпеть, вы не можете делать то, что нормальному человеку вообще не по силам. Вы поймите просто, вы должны принять решение, что жизнь это радость, радость. Да, радость и благодарность, даже когда вы падаете, вам больно и вам очень тяжело, но вы всё равно радуетесь, что вы живой человек и испытываете и такое, и такое состояние, и у вас жизнь, а не кома какая-то. То есть на самом деле вы просто поймите, если вы примете решение, что я не жертва, я не следствие каких-то событий, я причина в своей жизни, это моя жизнь, я беру ответственность на себя. Если что-то в жизни происходит не так, это я создала, и я могу это исправить. Поймите, если вы это создаете, значит, вы можете это исправить. И просто я не могу оставить вас это сделать, я могу только заложить это зерно в голову, чтобы вы просто об этом подумали, просто привыкли, побыли в этой точке зрения, что вы не жертва никаких обстоятельств, вы можете менять, это ваша жизнь. Ваш муж имеет право голоса, но он имеет право голоса на свою жизнь. А как вы будете принимать решения, распорядитесь своим временем, своей энергией, своей жизнью, вы можете решать, и имеете право это делать. Я начала с этого, потому что я понимаю, что всё остальное бесполезно. Вы не слышите, что вам нравится страдать, вы не слышите, что вам нравится, когда приходит муж домой вечером рассказывать, какова вы бедная, несчастная овца, и как вы целый день тут впахались и убирали, и не ели, и вы не спали, и три дня уже не видели себя в зеркало. Кому это надо? Скажите. Как это можно хотеть потом? Ну, вы поймите, мужчина не должен ничего сопереживать, мужчина не должен ничего такого чувствовать, он не способен, у него нет этого в природе. Кстати, я вам хочу ещё показать картинку. Вы от себя требуете невозможного и от мужчины хотите невозможного. Вы хотите, чтобы он был сильный, зарабатывал капусту, чтобы он вас защищал, чтобы он вёл себя по-мужски, чтобы он вас баловал, ухаживал за вами и при этом был настолько с таким характером, чтобы его можно было хотеть. Но при этом в этом же человеке должна быть нежность котёночка, он должен вставать по ночам, убирать в квартире, он должен слушать вашу хрень, которую вы ему несёте по вечерам. То есть, понимаете, что это нереально. В одном мужчине, знаете, вот если женщина может пять в одной совместить, то мужчина не может, слышите? Он не может быть альфа-самцом и бета-самцом. Он будет нежным, заботливым, вы его не будете хотеть. Он будет жёстким, стильным, целеустремлённым, вы будете жаловаться, что не хватает внимания и понимания. Девочки, мужчина не может помогать вам по дому. Мужчина не должен видеть вас, ладно, видеть вас это окей. Он не может всё время, в течение первых годов, после того, как вы рожаете ребёнка, слушать о том, как у вас что-то болит, как вы не спали, как вы не ели и какая вы несчастная. Понимаете? Ну, то есть, у нас разные функции. Вы это выбирали. Вас никто же не заставил, правильно? Даже если это был залёт, девочки. Вас никто не заставлял. Это вы выбрали, поэтому несите, пожалуйста, достойно. Эту работу выполняйте достойно. Это женская работа. Но я вам помогу эту работу сегодня облегчить, организовать. Поделюсь какими-то идеями, как сделать так, чтобы у вас всё было и вам за это ничего не было. Но точка зрения, что вы не жертва, а вы достойно уже несёте то, что вы выбрали, и вы можете менять всё, что вас убивает, всё, что мешает вам быть счастливой. Договорились? Так, я... Кстати, да, у меня ещё есть такая запись здесь. Я готовилась к вебинару, у меня на три вебинара или на четыре информации. Я ещё наблюдала за собой, вспомнила. Я после родов завидовала, это я сейчас могу так сказать, раньше не осознавала, что я делала. Я завидовала своему мужу, что он живёт и он свободен. Я, не осознавая этого, спускала его по эмоциям с небес на землю. То есть, когда он приходил такой радостный, после целого дня там убил мамонта, притащил в пещеру, победил врагов, знаете, ну, как целый день. Он утром вышел, он красивый, он пришёл, попил кофе, поработал, с кем-то пообщался, послушал музыку. То есть, у него был какой-то движ. Я целый день такая не видела ничего. И вот он, когда приходил, мне прям хотелось ему испортить настроение. Мне хотелось рассказать, как всё плохо, какое всё, как всё, и как я устала. Мне хотелось его опустить на землю. Представляете? Я зачем это вам говорю? Я хочу вам сказать это для того, чтобы вы услышали, если вы такое делаете, ну, на самом деле, ну, то есть вы, это не любовь. Ты когда любишь человека, ты хочешь, чтобы у него всё было хорошо с тобой или без тебя. И даже когда тебе хреново, тебе ты хочешь, чтобы твой любимый человек, то ему было хорошо. А когда ты не любишь на самом деле, а ты с ним потому что и троеточие, тебе хочется гадости какие-то делать, ты даже этого не осознаёшь. Да, делайте, я понимаю, я надеюсь, что вы меня услышали, девочки. Подумайте, пожалуйста, об этом. Вы можете делиться только тем, что у вас есть. Если вы глубоко несчастный человек, который выбрал роль страдания, вы можете со своим ребёнком и своим мужчиной поделиться только страданием. У вас ничего не накачается другого. Поэтому первую часть нашего вебинара мы посвятили точке зрения. 2 тысячи. Это прекрасно, у нас было 5, поэтому как-то меня не радует. Что такое? Где вы сидели? Так. Изменить первое решение у вас. То есть первое, что вам нужно сделать, это точку зрения изменить. Заставить свой мозг искать простое и радостное решение. Девочки, это оно есть. Вы не жертва обстоятельств. Вы всегда ищите простое и радостное решение. Оно есть 100%. Я вам сейчас хочу посоветовать, посоветовать, нет, не люблю советовать. Я вам хочу поделиться таким своим планом, который, я надеюсь, вы после вебинара кто-то из вас попробует. Смотрите, первые 40 дней после рождения ребёнка, первые 40 дней после рождения ребёнка, доктор Харпид Синхира, он на семинарах по силе Богородицы, на женских семинарах у нас в центрах Human Insight, он рассказывал нам о том, как в Индии женщина первые 40 дней после того, как она родила, она живёт в определённом таком режиме, в определённой договорённости. То есть, я вам предлагаю первые 40 дней сделать себе в определённом таком ритме. Итак, что вы делаете первые 40 дней? Первое, вы стараетесь мало с кем общаться и видеться, ликвидировать всех, кто портит вам настроение, кто ни хрена вам не помогает, кто каким-то образом вас раскачивает на негативные эмоции. Вообще, по идее, рядом с вами первые 40 дней может быть только помощница, нянька и муж. Все остальные идут в сад, то есть к вам как можно меньше людей допускать. Почему? Вы когда рожаете, вы свою первую чакру, то есть, это, грубо говоря, в корне, ваша такая, фундамент, защита, ноги крепкие, вы первую чакру делите с ребёнком 50 на 50. То есть, рожая, вы даёте ему часть здоровья, часть уверенности, часть своего стержня. И первые 40 дней вы очень не защищены. Вот смотрите, нас так в нашем, в традициях заложено, что ребёнка до крещения никому не показывать. А себя, вы такая же нежная и ранимая в этот период энергетически, как и ваш ребёнок. Поэтому я вас прошу, избавьте себя от такой идиотизма, как выписка из роддома с родственниками и фотографиями. Это так же тупо, как и свадьба и похороны, на которых жрут. Показывает ребёнка, привитаскивает людей домой. Вы, на самом деле, это ваша радость. Вы же это делали не для людей, не для бабушек, не для дедушек. Пускай они придут там, посмотрят на ребёнка, но как бы как можно меньше времени, потому что у вас слишком мало энергии. Вам нужно как можно больше сохранить энергии и внимания и никакого не подпускать на расстоянии трёх метров к вам. То есть ваша аура в этот момент, она очень, она очень незащищена. Поэтому первые 40 дней я вам предлагаю, как в Индии женщинам, как можно меньше людей в доступе. Дальше. Первые 40 дней вам нужно наслаждаться ребёнком. То есть смотрите, я когда-то училась с собой договариваться. Я себе решила, окей, мне было 19 лет, когда я родила Валерию. Когда я родила Влада, мне было 24 года, и я была уже одна с двумя детьми, то есть Валерии было 3 года, Владик только родился, я вот была одна, вот я приехала с родома. Да, там где-то был их папа, но мы как бы договорились, что типа мы расстались, и я рожаю ребёнка сама себе, поэтому я ни от кого не ждала поддержки. Но я в принципе по природе своей никогда не была жертвой, я никогда не принимала решение страдать. Я всегда, мой мозг всегда, когда сталкиваюсь с чем-то, он ищет выход. И вот вам выход. Первые 40 дней я приняла решение, одела на себя роль, одела на себя такой костюм и договорилась с собой, что 40 дней я богиня-мать. Я ни о чём кроме ребёнка не думала. Я наслаждалась ребёнком 40 дней. Я приняла такое решение. Но я знала, что 40 дней закончатся, и у меня перейду в другое качество, в другую роль. И там будет что-то новое и интересное. И это добавляло мне какого-то, не знаю, вдохновения. То есть 40 дней использовать по максимуму в роли мамы. То есть смотрите, наслаждаться ребёнком, спать очень много, спать столько, сколько это возможно. Каждый раз, когда ребёнок спит, спать, спать. Потому что это период восстановления первой чакры. Первая чакра это базовые человеческие потребности. Писать, какать, кушать, спать. Это часто купаться, это наслаждаться едой, вкусно кушать. Да, я знаю, что если вы кормите грудью, у вас мало что вкусно кушать, хотя можно найти, что вкусно кушать. почитайте, поищите, что-то себе украшайте, готовьте. Вы, в принципе, в это время должны есть, спать и купаться. Как можно больше принимать ванну. Можно больше покупаться под душем, если вам нельзя принимать ванну. Вам нужно забыть про всё на свете. Забыть про, не знаю, брови, забыть про мужа даже, возможно. Самое главное не пытаться в этой, в одной женщине сейчас, первые, первые 40 дней. Вместить все роли. Но, что я вам хочу попросить? Часто купаться и наносить очень вкусное что-то на своё тело. У вас будет ещё, должно быть ощущение чистоты, ощущение здорового животного, понимаете, здоровой самки. Потому что женщина, она, когда у неё там ещё после родов что-то течёт, выделения какие-то, продолжается кровить, вы чувствуете себя грязной, вы себе всё время такое ощущение, что вы воняете. Волосы жирнеют, у вас перестраиваются гормоны, у вас надуваются сиськи, молоко всё время течёт, запах от молока специфический. То есть самое большее, что вас будет убивать и поддерживать, скажем так, это состояние грязной и состояние чистоты. Выбросите нафиг все вонючие, старые, некрасивые вещи. В это время вы можете себя поддержать красивой пижамкой, то есть попросите своего мужчину подарить вам красивую пижамку, подарить вам каждую неделю новую красивую пижамку. Красивые, уютные пижамки, потому что вам должно быть удобнее. Либо такие платья в пол, где вы можете быть голенькая под низом, мазать, купать своё тело бесконечно и всё. Вы не можете сразу спорт, вы не можете, ну то есть перестаньте засорять свой мозг лишним чем-то. Но что я хочу вас попросить, и это будет, наверное, для многих из вас вызывать шквал возмущения. Я прошу вас, вызовите уборку в стране, либо люди, которым очень нужна сегодня работа. Людям сегодня во всех странах нужна работа. И их работа следит за вашей чистотой в доме. Это совершенно нереально, когда вы хотите спать, нюхать, целовать писю-сисю, когда хотите каждую минуту валяться, отдыхать и набираться сил, и потом вы смотрите, как старший ребёнок в своей комнате устроил разгром и завал, как там накакала собака, тут ещё что-то произошло, и бельё из стирки не вытащили, оно завонялось. И вы знаете, сейчас придёт муж, и вы начинаете суетиться и стерить, вместо того, чтобы перед приходом мужа принять ванну и намазать чем-то вкусным, чтобы хотя бы для него пахнуть и чувствовать себя более уверенно, вы начинаете убирать в квартире, это бред, поймите. Уборка стоит на самом деле достаточно немного денег, вы просто себе этого не позволяете, вам нужно забыть про всякую уборку. Пускай у вас два-три раза в неделю приходит какая-то соседка, блин, какая-нибудь бабулечка, тётя, которая может убирать у вас квартиру, вас поддержать в этот период может только состояние чистоты и красоты вокруг, вы тогда будете меньше падать в состояние полного ничтожества, да, вам должно всё пахнуть и быть красивым, но это не ваша забота делать это красиво. Вы страна совета, выключите чат, вы какого хрена друг другу тут что-то советуетесь, вы пришли ко мне на вебинар или друг другу советы бесплатные раздавать? Так, пошли, бесите меня. Итак, первые 40 дней это период запаха красивого и домашнего уюта. Мужчине не обязательно знать, как у вас это волшебство всё получается. Итак, 40 дней вы богиня-мать и восстанавливаете свою первую чакру, вас спасёт красота и чистота. Я донесла эту информацию до вас и посудомойка. Я не посудомойка. Просто, ну, вы поймите, это такая дурная трата времени. Вот я вам нарисую ещё такую картинку очень, очень интересно. Вот, например, у меня есть опыт, когда знакомые, да, когда она живёт с свекровью, муж с на работе, она с маленьким грудным ребёнком, старший ребёнок, кошки и так далее. И в квартире, ну, блин, у неё вроде нет ощущения, что она в этом доме хозяйкой может вызывать уборку. Девочки, мне совершенно всё равно. Я понимаю, что я бы свекровь в кладовке закрыла на замок, но только чтобы сделать то, что я хочу. Мне так удобно. Должно быть так, как мне хорошо, потому что в этот период вы должны думать о себе, понимаете? Вы должны думать о себе, потому что если вы не будете думать о себе, никто не будет думать о вас. А теперь я вам рисую такую картину. Представьте себе, что ваша семья это планета Земля, да, то есть ваша семья это планета Земля. И вот вы, ваша семья это планета. Вы знаете кто? Женщина. Вы ядро. Вы то ядро внутри Земли, которое производит вот эту магму, то есть сила притяжения, вот почему мы не летаем с вами, не парим, почему мы притягиваемся, из чего вся энергия идёт в то, что растёт, живёт на Земле и так далее. То есть вы ядро, в котором бурлит кипучая, очень сильная энергия притяжения, энергия здоровья, красоты, изобилия, энергия всего самого сильного, что есть у нас с вами. И мы оттуда с вами черпаем. Точно так же и женщина в семье. Она ядро, она та кипучая скопление энергии, которая впитает всех остальных. Благодаря этому ядру растёт мужчина, благодаря этому ядру ребёнок не будет болеть. Услышьте меня. Дети болеют только тогда, когда мама забила на себя и у неё нет энергии. Когда она жертва, она страдает, она сама болеет, ей плохо, она мучается, ей каждый день не в радость. У неё нет сил даже поцеловать папу. Какие могут быть здоровые дети? И вот женщина, вот это ядро, она носитель всего настроения у всех. Она носитель здоровья, она носитель денежной энергии, она носитель заряда уверенности для каждого члена семьи. Понимаете? И ваша энергия, вот это, дороже любых денег, которые вы заплатите за уборку. дороже всего. Вы не сможете легко вернуть своего, восстановить себя, восстановить легко своего мужчину, вернуть мужчину, потому что самое большое количество измен, самое большое количество машинек появляется именно в этот период. Вы думаете, у него такая же радость, материнство, а ты, вот у вас родился ребёнок? Он приходит домой 40 дней и видит что-то ужасное, текущее, плачущее, страдающее, которое говорит с ним постоянно о том, что там не какали, не пукали, купи прокладки, купи. То есть вы думаете, он как-то должен сопереживать? Мужчины страшные эгоисты, мы должны у него этому учиться. Они прекрасны в этом качестве. Он не понимает, почему он женился на женщине, и тут его кинули, реально. Кто-то пришёл, какой-то маленький человечек, забрал всё внимание его сексуально, некрасиво. Она говорит только об этом человечке. То есть вы поймите, что именно в этот момент и знаете, для многих женщин, которые оказываются в ситуации по ту сторону, баррикад, для них, знаете, такое тоже непонимание, что он начинает какой-то роман, что у него только ребёнок родился месяц как. Да, это очень неприятно. и каждая Машенька не хочет испытывать такое, то, что испытываете вы. Но на самом деле, кто отпустил, кто дал этому произойти, да, то есть кто вообще причина всех обстоятельств в своей жизни? Вы. Поэтому то, что я вам хочу показать, что ваша энергия, она важна для вашего мужчины. Если у него будут какие-то сопротивления к каким-то изменениям, которые вы хотите внести, вы просто им это объясните. Я делаю это ради того, чтобы не потерять себя. Я делаю это ради того, чтобы не потерять тебя. Я хочу сделать что-то, чтобы моя жизнь меня радовала. И в принципе это может быть, что-то я не поняла, что-то какое-то мнение. Светлана, я не права. Я не права. Я не права. не у всех деньги есть на уборщицу. Боже, не надо вам уборщицу. Вот вам как раз не надо. Убирайте сами. мне было намного легче когда-то. Я вам сейчас еще дальше вас убью. Подождите, я вам говорила, это только начало. Сейчас я вас буду добивать. Итак, первые 40 дней я вам предлагаю провести в красоте и в полном погружении и расстроении в наслаждении нежностью, сном, запахом и быть мягким в красивой пижамке, нежным покемоном дома. Так, есть. Пошли дальше. Что у нас тут еще очень важно? Больше я ничего не могу от вас хотеть, слышите? Я не могу ничего от вас хотеть первые 40 дней, но у нас есть вторые 40 дней и это больше информация сейчас будет полезна уже мамочкам с опытом. Те, кто писали, что вы не можете ничего хотеть, что у вас нет энергии и сил на желание, что когда муж приходит вечером, у вас нет сил даже улыбаться и так далее и тому подобное. Эта информация будет полезна больше для вас. Итак, вторые 40 дней после рождения ребенка я предлагаю вам одеть на себя наряд, костюм и роль совсем другой женщины. После наслаждающейся комфортом и уютом и только думающей о малыше мамочке я предлагаю вам перевоплотиться это 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 то, что ждет Людмилу мою скоро перевоплотиться в роль восстанавливать себя как женщину. То есть из роли мамочки вы переходите в восстановление роли в себе как женщины. Что вам нужно для этого, что я хочу вам для этого сказать? Вам нужно просто принять решение, вы отметите это в календаре прямо, вот 40 дней я была полностью вот здесь, я перехожу в другую роль и вы прямо перевоплощаетесь перевоплощаться легче всего когда вы реально физически перевоплощаетесь для этого вы идете наводить красоту вы организуете как-то свой быт чтобы пойти и навести красоту вы меняете что-то в своем внешнем виде через 40 дней это уже совсем реально да в прическе в макияж покупайте себе новую помаду покупайте себе прекрасное какое-нибудь уютное платьичко которое подчеркнет ваше достоинство и вскроет ваши недостатки вы реально что-то такое физически делаете чтобы поменять и это 40 дней которые вы будете восстанавливать свою женщину свою царицу свою чувственность и сексуальность именно 40 дней не знаю так сказал учитель харприн нормально подходит вам такой ответ я могу вам рассказать что у вас через 40 дней сколько у вас слоев чего обновляется нервные клетки сколько меняется кровь и так далее я не буду умничать потому что вы и так слишком умные я просто скажу мне так сказал мужчина все учитель харприн включу дурочку итак вторая чакра мы восстанавливаем вторую чакру восстанавливаем в себе роль женщины у вас должна появиться в этот момент кстати девочки блин я забыла там у меня вначале еще было очень важно я вам когда вам говорили про историю то что я говорила когда-то у мужчин было много женщин которые выполняли каждую свою какую-то функцию а вы знаете что во все времена если вы будете изучать историю взаимоотношений и вообще смотреть даже старинные какие-то фильмы читать книги вы увидите что была нормальная им совершенно традиция что мужчина и женщина спали в разных кроватях в разных покоях в разных концах замка в разных комнатах они не каждый спали в своей ауре и это было совершенно нормально что он включался к ней в дверь она там вся готовилась и он приходил к ней в гости на свидание но если вам это противно и вы не хотите что мужчина к вам приходил вы можете приходить к нему а еще раньше было совершенно нормально и уже начиная даже женщина начиная со среднего класса достатка со среднего класса как он тогда-то и всегда и сейчас назывался у каждой женщины после рода появлялась рабыня гувернантка помощница нянька как угодно назовите служанка так было и женщины тогда не работали просто так было нормально что когда барыня родила у нее появляется какая-то нянька которая помогает ей что-то крутится с ребенком вот я сейчас представляю какое количество вы там будете на меня гадости писать когда я сказала про уборку у вас вот и не всех денег есть на уборку а няня это вообще в голове не помещается муж не разрешит что скажет свекровь что скажет мама девочки вот я вам рассказываю я даже не хочу это обсуждать я когда-то когда я была одна с двумя детей у меня не было денег вообще и знаете что я делаю я взяла себе няню я себе ее придумала и нарисовала помните мой мозг всегда ищет выход я представила себе ситуацию да я пробыла 40 дней первые не отходя сиськой я с ребенком везде ездила ходила на рынок потому что у меня есть мама да у меня у меня есть папа у меня есть сестра но при этом их помощь она меня как-то напрягала я не знаю как вам это объяснить я когда-то психанула уволила маму и хотела чтобы она мне помогала с детьми но знаете что мне легче взять няню чем обращаться за помощью к маме сейчас у меня Люда она тоже помогает и мама и свекровь и мой папа но при этом все равно помощь мам и свекрови она все равно не дает вот этого ощущения да кто-то из вас выберет такую роль но у кого-то из вас нет родных рядом вы одни в городе вы одни в стране у вас вообще нет родных и для вас есть выход есть специально обученные люди и вот смотрите что я раньше сделала я когда-то тогда когда у меня уже подходили к концу первый период там 30 дней или 40 дней я представляла себе как эту херню все можно решить я вот смотрела на это и понимала да мне хорошо я одна дома у меня лелька ребенок Владька постоянно спал я первые дни просто спала ела и игралась с Валерой смотрела мультики то есть в принципе напряга не было никакого но мне нужно работать мне нужно было зарабатывать деньги мне нужно было жить у меня падала в какую-то пропасть в своем состоянии и знаете мой мозг нашел выход я тогда работала консультантом по красоте компании и реки и я придумала себе чудо человека я себе придумала что мне нужна девочка на четыре часа если у вас в доме есть муж у вас не должна быть девочка у вас должна быть взрослая и некрасивая женщина вы меня поняли но у меня не было в доме мужа поэтому мне подходила девочка с характером такая дрянь какая-нибудь с хорошим характером потому что у меня сын и я я понимала что ну мне нельзя детей сильно чтобы распускали да потому что я сама с характером Я представила себе, так, она должна быть с характером, она должна держать в ежовых кульковицах и детей, и меня, она должна, она будет приходить, например, в 11, я буду уходить на 4 часа, я смогу провести класс по красоте, я смогу заправить машину, купить продукты и вернуться домой, я смогу заработать деньги. Я себе придумала, что это должна быть няня без опыта, во-первых, потому что по деньгам это было бы дешевле, а во-вторых, потому что я вообще не люблю, когда люди, блин, делятся своим опытом. Мне легче человека намучить всего самой. Единственное, что я от нее хотела, это такое маломальское, хоть какой-то техникум, что-нибудь такое с медициной связано, потому что я в этом полный ноль. То есть, чтобы она могла оказать первую медицинскую помощь. Я себе придумала девочку. Знаете, что происходит, когда вы что-то себе придумаете? Оно находится, если вы действительно ярко, четко что-то себе представили, у вас это появляется, вы же знаете, девочки, вы же такие, вы когда действительно четко знаете, чего вы хотите, каким-то образом оно к вам приходит. И тут у меня нарисовалось, я спрашивала об этом всех знакомых, я писала об этом везде, я обратилась в агентство по поиску няни. И мне нашли Олю, невероятная зайка, которая была, она была чуть старше меня, которая была такой, такая она правильная, сельская. Она закончила какое-то медицинское училище, она была такая неулыбчивая, серьезная. И я с ней встретилась, я ее почувствовала, я ее собеснила ситуацию. Я говорю, слушай, все, что мне от тебя надо, малый постоянно спит. Мне нужно, чтобы ты убирала то, где ходят дети, то есть это кухня, коридор и их комната, да, там туалет. Мне нужно, чтобы ты свободное время от детей немножко наводила порядок. Готовила супчик для Валерии, ну, Владик уже к тому времени мы тоже начали ему перетирать, какой-то змеиный супчик, не кокушный, да. Мне нужно, чтобы ты им готовила кушать, делала Владику и Валерия тоже будет кушать. И немножко убирала, поддерживала порядок. Мне нужно, чтобы ты с ним гуляла и чтобы ты с ними игралась. Игралась, читала, мультики смотрела, мне все равно. Мне нужно 4 часа в день. Девочки, оно началось с 4 часов. Я не могла себе больше позволить. Но я за это время иногда зарабатывала деньги только на нянь. И не зарабатывала даже на еду. Мне хватало денег только, чтобы оплатить 4 часа работы Оли. Ну, поверьте мне, я эти 4 часа, я как глоток воздуха. Вот вы мне многие спрашивали, я не успею вот уже сегодня, я это понимаю, как разжечь огонь страсти, как почувствовать себя там сексуально, как то, как это. Девочки, для того, чтобы разжечь огонь, нужен воздух, слышите? Вы знаете, что нужен воздух для того, чтобы загорелась искра? Для того, чтобы вас, не первые 40 дней, только я вас прошу, никуда не ломитесь. Во вторые 40 дней, когда вы восстанавливаете свою роль, как женщина, когда вы восстанавливаете свою чувственность, когда у вас там поживают швы немножко, когда у вас сократится матка, когда вы немного привыкнете к своей нехоразбутой груди, да, вы будете восстанавливать себе женщину, у вас, вам нужен для того, чтобы гореть, вам нужен воздух, поймите. И вам нужно куда-то вырываться. И даже пару часов в день – это уже спасение для вашего эмоционального состояния. Это время, когда вы можете… Я по-разному распределяла время. Иногда, понятно, что оно началось с 4 часов, потом Оля оставалась 5 часов, 6 часов, а потом иногда она оставалась у меня ночевать, потому что я не могла остановиться. Во-первых, я очень много работала, я делала все. Я даже таксовала. То есть у меня была машина, и больше у меня, ну, как бы, и моряки, да. И я иногда даже подвозила людей, и как такси, получается, работала. У нас было такое время, что мы с сестрой, она младше меня, у меня тогда не было детей. Мы много работали с утра до вечера. И бывало так, что вечером мы просто ехали, у нас было 50 гривен, это я вам сейчас объясню, это там типа 2 доллара, да, сейчас. У меня было иногда 50 гривен в конце дня, и мы с ней ехали вдвоем на всех, да. И я понимала, что как мы распределим этими деньгами, да. И мы иногда шли в караоке вместо того, чтобы купить продукты домой. И шли в караоке, стоила одна песня 20 гривен. И мы шли и пели две песни, тратили последние 20 гривен. У нас было 10 гривен там на чай, типа такого что-то. Понятно, что нас мужчины потом угощали, и платили за песни и так далее. Но мне нужен был этот воздух, мне нужно было попеть, мне нужно было почувствовать себя женщиной, мне нужно было накраситься, одеться куда-то. Вам это будет очень крайне необходимо. Итак, то, что я хочу вам еще дать на вторые 40 дней. Смотрите, у вас появляется рабыня. Вы чувствуете себя царицей сразу. И вы начинаете планировать очень четко, как вы распорядитесь этими волшебными 240 минут в день. 240 минут в день — это мои были 4 часа. И потом вы планируете, и потом вы представьте себе, вы будете возвращаться к ребенку, будет уходить няня, и вы будете делиться своими впечатлениями, рассказывать, как прошел ваш день своему маленькому ребенку. И поверьте, он будет за вас рад. В эти 40 дней я хочу, чтобы вы концентрировались на своих чувствах и на возбуждении. Девочки, пора просыпаться. 40 дней побыть сиськой — этого достаточно для того, чтобы насладиться этим и восстанавливать в себе свою чувственность, эротику, свою сексуальность. Смотрите, какие здесь правила, потому что нам уже нужно потихоньку дозаканчивать. Смотрите, вы концентрируетесь на своих чувствах. Вы начинаете купаться, одеваться медленнее, чем делали это первые 40 дней. Вы начинаете прикасаться к себе, наносить свой какой-то крем, ставить души к клитору, например. То есть делать так, чтобы каждое действие развивало вашу чувственность, чтобы вы приятное что-то почувствовали по телу, развиваются после душа, после принятия еды. Постарайтесь концентрироваться на своих ощущениях. Постарайтесь почувствовать соблазнение, соблазняйте сами себя. Пока вы не захотите соблазнять саму себя, вас никто не захочет соблазнять. Муж 40 дней первые выдержит, слышите? Он выдержит вас без вот этого всего секса. Это я говорю для тех, кому тяжело как бы вообще в принципе почувствовать себя сексуально. Кому-то это будет легко сразу, и таких проблем у девочек нет. Каждый день любым способом постарайтесь почувствовать возбуждение. Смотрите, в древнем, в китайской медицине, в китайской философии, науке, в даотских практиках есть такое правило. Каждый человек должен быть возбужден один раз в день. Что это значит? Это значит почувствовать возбуждение. Это не значит, обязательно нужно заниматься, половой акт ходить, оральный, мануальный, или каким-то образом удовлетворять. Почувствовать возбуждение любым способом. Это нужно пофантазировать. Возможно, вы посмотрите на кого-то. Возможно, у вас соседи чудесные, которые занимаются сексом, а вы это слушаете, и у вас по телу разливается приятное тепло. У вас наполняются кровью половые губы. У вас появляется в груди особое какое-то ощущение. То есть вам нужно почувствовать возбуждение каждый день. Смотрите, девочки, это реальная работа. Поняли? 40 дней каждый день раскачивать в себе возбуждение. Иногда женщине необходимо для этого посмотреть. Возможно, какую-то эротику, порно. Возможно, поговорить с мужем на какие-то эротические темы и фантазии. Девочки, используйте все, что угодно. Слышите? Нет ничего стыдного. Все, что делается без любви, это грех. Делайте это с любовью. Хорошо? Поймите, вам это нужно. Потому что вам нужно вывести вашу гормональную систему. Вам нужно выйти самой в это, глубоко пропитаться вновь с состоянием возбуждения. У меня такой проблемы и не было. У меня было бешенство матки как во время родов, так и после. Да? И, ну, я прекрасно понимаю, потому что большинство женщин впадает в состояние «ничего не хочу». Смотрите, что дальше. Вам нужно это один раз в день почувствовать возбуждение. Дальше. Три раза в неделю испытать оргазм. Мне все равно как. Поняли? Сосед, с полной любви с собой. Если у вас есть мужчина, это прекрасно. Вам нужно испытать оргазм. Для этого, опять же, вы используете все способы. Вы принимаете горячую ванну, расслабляетесь хорошо, включаете. Я не могу вас сейчас этому учить. Этому обучают на курсе «Секс.Искус». У вас целое занятие будет по тому, как испытывать глубокие ощущения. Вам необходимо научиться такому искусству, как «Танец любви с собой». У нас это называется мастурбация. Но раньше когда-то, я уже тысячу раз это рассказывала, раньше когда-то в гаремах девочек, девственниц обучали быть искусными любовницами именно так. Они учились ласкать себя, познавать себя, испытывать глубокие ощущения от самой себя. И только тогда она смогла бы быть тонким музыкальным инструментом, когда до нее дотрагивался мужчина. Он, конечно, видел невероятное проявление женской сексуальности. Так. И третье, то есть смотрите. Первое у нас было чувствовать возбуждение каждый день. Второе у нас было это испытывать органы три раза в неделю. Это режим, скажем так, войти в режим. Девочки, хотите вы или нет. Поняли? С мужчиной можно, с секс можно. Я имею в виду половой акт, муж, все хорошо. Я имею в виду, если у вас нет мужчины или вы не хотите с ним, можете сами. Но на самом деле три раза в неделю это, скажем так, это неправильная такая установка, но в сексологии, да, это нормальная чистота для того, чтобы... для здоровья обоих партнеров. Вот так это считается. Для здоровья обоих партнеров считается, что три раза в неделю чувствовать глубокое возбуждение, испытывать оргазм или просто друг друга массировать с проникновением. Это очень прекрасно. Теперь смотрите. Третье задание здесь будет. Это каждый день телеска. Что вам нужно сделать? У меня включилось. У меня включилось мое обучение. Каждый день телеска. Смотрите. Я понимаю, что у нас есть курс в экс-искусс в центрах Одесси, Киеве и Москве. Кстати, в центре онлайн, если вы зайдете Керимова, у вас под видео, наверное, есть все ссылки, есть курс секс-искусств онлайн. Вот я бы вам очень посоветовала курс секрета «Идеальный жен» или курс секс-искусств, если вы не находитесь в Одессе, в Киеве и Москве. Просто представьте себе, у вас будет пища для ума, и вы будете вместо того, чтобы смотреть сериалы, «Голос диты» или «Суд идет», или «Еще хуже пусть говорят», или «Еще что-то такое», засырять свой эфир какой-то хренью. Вы в это время лучше посмотрите какое-то занятие из базового женского курса и будете просто его делать. То есть третье наше задание с вами – это «Каждый день телеска». Смотрите, я не смогу вам дать это качественно, так как это дается у нас на курсе основном, но я постараюсь вам просто объяснить суть. Это, например, в понедельник вы себе прямо это уже планируете. То есть смотрите, первые 40 дней, они без мозга, вы ничего не планируете, вы просто есть, вы наслаждаетесь, вы в потоке, вы чувствуете, спите, идите и вообще ни о чем не думаете. Вторые 40 дней вы начинаете планировать. Планировать, как вы распорядитесь своим свободным временем в течение дня. Планировать, какая часть ласк сегодня будет для партнера. Что вы хотите сегодня испытать и попробовать. И вот, например, в понедельник приходит ваш муж, вы его радостно встречаете, у вас глаз блестит, потому что вы только что самоудовлетворились в душе. Он не понимает и вообще боится, что с вами происходит. В общем, вы немного уже живая, отдохнувшая, немножко больше женщина. И в какой-то момент вы просто видите, что он уже расслабился, он там ложится в постель или он сел смотреть там что-то. Вы можете сделать ему массаж головы. Во вторник вы можете сделать массаж плечи, трапеция, спина. Крестец в среда, ножки, стопы в четверг, там попа в пятницу. То есть на самом деле я знаю, что многие еще скажут, откуда у меня силы на то, чтобы сделать массаж, у меня нет сил даже скупать. На самом деле энергия приходит тогда, когда вы уже начинаете бежать. Энергия приходит тогда, когда вы уже начинаете делать массаж. Вот смотрите, пока вы лежите, допустим, вы где рядом с ним и не можете поднять руки и ноги, глаза у вас не открываются. Это потому, что кровь медленнее двигается в вас. А когда вы начинаете, вот берете рукой и начинаете, берете его палец и просто начинаете ему разминать кончик пальца. Да? Разминать кончик пальца. И от вот этого движения, от того, что вы начинаете рукой циркулировать, гонять кровь, у вас уже приходит больше энергии. Вы поймите, чем больше вы двигаетесь, тем больше вы живете. Чем больше вы двигаетесь, тем больше у вас энергии на все появляется. Поэтому не подайте в состояние жертвы, что я устала, я несчастна и так далее. Вы несчастны только потому, что вы себе не разрешили организовать как-то так свой быт, что вы можете при этом, не знаю, как-то чувствовать себя живой и иметь энергию для того, чтобы сделать мужчине массаж головы. Так. Слушай, удали какая-то у нас тут страшная, страшная херня затесалась в круги. Он меня бесит. Или она, скорее всего, он. Очень уж безмозглый. Так. Силы на массаж приходят только тогда, когда вы начинаете делать. Слышите? Все. Мы сегодня больше ничего с вами не успеем, хотя я вам тут подготовила столько материала. Я думаю, что мы сделаем еще один вебинар для того, чтобы в критических ситуациях женщина могла себе очень помочь. Я сейчас вам еще раз подытожу, что я хотела до вас сегодня донести. Я хотела до вас донести, что вы невероятные, потрясающие и делаете совершенно уникальные вещи. Я хочу вас попросить, чтобы вы просто поняли, что вы уже уникальны, потому что вы уже умудряетесь это все совмещать. Перестаньте себя каким-то образом грызть и войдите в состояние игры, в состояние не жертвы, потому что состояние жертвы, состояние страдать – это полная противоположность состоянию жить. Девочки, ваша либидо, ваша либидо – это не только сексуальное желание. Пускай у вас не будет сексуального желания какое-то время, но это страшно не потерять мужчину в этом, а страшно потерять желание жить, потому что либидо – это желание жить. Это не только сексуальное желание, поймите. Поэтому, как только вы перестаете чувствовать и вы ставите… Вот посмотрите, вам нравится, вы ничего не успеваете, вы все время напряжены, вы суетитесь, вы все время голодная, вы хотите спать, вы воняете, вы вспотели, вы не ели, вы вся в молоке, ребенок там орет. Если вы в эти моменты не останавливаетесь, если вы в эти моменты не выпрямляете спинку, не дышите глубоко и не принимаете решения, не выбираете себя, свое состояние. Сейчас мы медленно спустимся, и все будет круто. Да, то есть, когда вы понимаете, что эта суета только забирает и ничего не дает, когда вы напряжены, это только забирает и ничего. Когда вы говорите о каких-то глупостях, как вы им плохо, как вы страдаете, какой он мудак, у вас только уходит энергия и ничего не возвращает. Просто войдите, скажем так, перевоплотитесь в роль какой-то, не знаю, царицы, королевы, у которой появился наследник трона. У наследника трона должна быть мама, которая, ну, она контролирует, получается, ситуацию. Он в надежных руках женщины, которая приходит к нему и понимает, что подойти к ребёнку в состоянии нужно в определённом, потому что от того, что вы всё время с ребёнком, это не значит, что ему хорошо. Поймите, дети до 7 лет, они вообще маленькие эгоисты. Это уровень сознания, первая чакра. Ему важно просто базовые потребности, чтобы ему было что есть, кто-то из взрослых был рядом, чтобы его кто-то, просто кто-то был рядом, кто-то из взрослых был рядом. Поймите, ему нужна мама один-два раза в день, когда она утром его встречает радостной улыбкой и вечером она его укладывает радостно приём. Она рассказывает ему историк, жизнь прекрасная, сколько всего интересного происходит в её жизни. Она поёт ему песни, она читает ему сказки, она спрашивает о том, да, если взрослых детей, она спрашивает о том, как прошёл твой день, что ты об этом думаешь, какие у тебя ощущения и впечатления. Понимаете? Нет смысла в этом комбайне пять в одном, которая пытается выиграть Оскар за лучшую женскую роль и успеть всё, и самой всё делать, и беречь мужа, потому что на уборщицу нужны деньги, на няню тоже нужны деньги. Давайте их побережём. Он готов платить что угодно, только чтобы спасти и сохранить свою женщину, чтобы приходить домой, у него было пахло, красиво, и у неё глаз блестел. Поверьте, они будут вначале, конечно, сопротивляться, потому что, ну, потому что, потому что у вас так не принято или ещё почему-то. Но у меня всегда мало это интересовало, и я знаю, что вас тоже может это мало интересовать. Он потихоньку, ну, когда чего-то хочет цариться, да, а не подайте Бога Христа ради, спасите и сохраните, да, то есть когда вы с такой позиции подходите к мужчине, и когда вы знаете заранее, что он откажет, это одно, один посыл. А когда вы говорите о том, что я хочу сохранить себя и хочу сохранить тебя, я хочу почувствовать наслаждение материнством, и я хочу для тебя быть наполненной энергией, давай мы сделаем так, чтобы у меня был тоже воздух для того, чтобы гореть. Немножечко. Давай час в день, чтобы кто-то мне приходил, помогал, убирал, например. И вот потихоньку продавливаете эту идею. Но на самом деле, ну, знаете, как мне очень нравится, когда мужчина против, что должна сделать мудрая женщина? Олег, что должна сделать мудрая женщина, когда вот я что-то хочу, а ты против? Олег сказал, моя дочка сразу сказала согласиться, она смотрит все наши вебинары и знает все секреты мудрости женской. Когда мужчина против, женщина должна сказать, да, ты прав, ты, ну, ты скорее всего прав, я подумаю об этом, возможно, ты прав. И сделать все по-своему. Да, сделать все по-своему. А потом сказать, сорян, так получилось. Выбирайте себя, не страдайте, жизнь прекрасна. Я думаю, что я сегодня вывела многих из себя, я очень рада, что я это сделала, потому что, когда вас гладишь по голове, это меньше работает, чем когда вас спинаешь под зад. Поэтому я рада, если я вас вывела, я рада, если для кого-то появились какие-то идеи, инструменты, которыми вы можете воспользоваться. Я точно знаю, как меняется жизнь женщин после того, как вы проходите базовое образование, базовое сексуальное образование. Поэтому я еще раз напоминаю, что технология Керимова и в идеальном качестве преподается в центрах Одесса, Киев, Москва. И я рада буду, если вы будете вырываться два раза в неделю. Вы знаете, какие у нас истории бывают, девочки? У нас бывают истории, когда приходят девочки с грудным ребенком, и муж или няня гуляет там под офисом, или когда холодно, сидят в приемной, и она выходит, и если ребенок плачет, она его кормит грудью. Это фантастика на самом деле. Я столько раз видела, вот может есть мои девочки здесь, особенно когда мы были в тренинге в Милане, в Барселоне, в Казахстане, когда мужчины приезжали на тренинг вместе с своими женщинами, гуляли с детьми грудными под тренинг, и тренинг шел два дня по 10 часов, и приходили, приносили их кормить. Просто вам знание, вам вот это знание и поддержка, которые дает Woman on Side, она вам тоже очень необходима. Поэтому, возможно, у вас получится каким-то образом чудным вырываться два раза в неделю и два часа посвящать тому, чтобы получить волшебный пендинг, получить вдохновение и получить технологию высший пилотаж в отношениях. Я была бы, конечно, за вас очень рада, если вы смогли такое себе позволить. Я хочу вам напомнить, меня просили вам напомнить, что у нас начало года, было в сентябре, и по традиции в начале года у нас идет повышение цен, и сегодня, завтра, я так понимаю, послезавтра, или до 10, ой, простите, девочки, до 10 числа, до 10 октября вы еще можете воспользоваться, ну, вы поняли, да, не потратил, значит, заработал. То есть вы сможете воспользоваться еще старыми ценами, потому что рост, он необходим, у нас такая цена смешная, что у нас нет другого выхода, чтобы продолжать радовать вас, нам приходится повышать цены. И что я вам хотела еще сказать, умная, у нас будет для клиентов, для тех, кто закончил базовый курс Одесса, Киев, Москва, для клиентов открывается клуб, закрытый клуб Women Insight, это будет встреча, первый раз в месяц, только для клиентов, и мы там будем рассматривать более глубоко какие-то вопросы, которые в базовом виде были вами рассмотрены на базовом курсе. Вот, я начинаю ездить, да, девочки, я начинаю ездить, мы в ноябре объявим вам предложение на покупку франшизы, и в вашем городе, если кто-то откликнется, я, конечно, приеду туда и с мастер-классом, и с тренингом, и с фестивалем, и мы будем начинать ездить. Пока нет информации о франшизе, девочки, пока нет. Я в ноябре, подписывайтесь на канал, на наши соцсети, вы будете тогда первыми узнавать всю информацию. У нас много всего нового для вас, но всему свое время. В этом месяце у нас самое главное, это у нас стартуют новые наборы дневных и вечерних групп, высший пилотаж в отношении, курс секс-искусс, секс-фитнес, милдинг и клуб. А мы с вами увидимся на следующем вебинаре. Я думаю, что я продолжу эту тему, сделаю ее менее для тех, у кого совсем недавно только стали мамочками, сделаю больше для женщин, которых уже, в общем, просто есть дети, и нужно как-то себя вытащить в состояние нужное. Я надеюсь, что я была вам полезна. Я вас очень прошу, не меняйте ничего резко, успокойтесь, хорошо? Дышите глубоко. Я знаю, как я умею вас накачивать и раскачивать. Вы не можете прямо сейчас прийти к мужу и на эмоциях что-то ему ляпнуть, поняли? Вы будете полной дурой, если так сделаете. Вам нужно в этом побыть, этим пропитаться, подумать. Точка зрения, как бы эта уверенность, она должна в вас внутри самой взрасти, поэтому замрите, ничего не делайте сейчас. Просто подумайте о том, что сегодня с вами произошло за этот час. Спасибо вам огромное. С вами была Светлана Керимова и Центр женского развития Women in Science. Елена Керимова и Центр женский Продолжение следует...